Долго раскачиваются, переговаривались болельщики на трибунах. Баскетболисты клуба «Самара» свой первый после новогодней паузы матч начали неуверенно. Уже после встречи главный тренер «Самарца» Сергей Зазулин высказал свое мнение. Уверенность игроков на паркете подкосил долгий перерыв между матчами. Последние волжане провели почти полмесяца назад. У нас вообще первая игра за все это время, после 22-го. Поэтому нет ритма игрового, нет взаимопонимания, нет темпа игры, издержки календаря. Большой перерыв сказался в играх у нашей команды, поэтому непростая игра получилась. Соперник удивил борьбой своей, конечно, желанием победить в первую очередь. Соперник Химки Подмосковья, аутсайдер Суперлиги, действительно удивил своим напором в начале игры. Когда гости оторвались уже на 7 очков, «Самара» наконец заиграла по-хозяйски и теперь уже они наращивали преимущество. Воспрянули духом и на трибунах, откуда за первым матчем года наблюдал и глава «Самары» Олег Фурсов. Он входит в состав попечительского совета баскетбольного клуба. Я всегда с удовольствием хожу на игры баскетбольного клуба «Самара». Ребята показывают высокий класс, замечательное мастерство, получаю настоящее удовольствие от их игры. Вы знаете, что создан год назад попечительский совет. Мы помогаем клубу финансово и я думаю, что благодаря нашей совместной поддержке клуб будет завоевывать новые вершины. К началу последней четверти мало у кого были сомнения в исходе поединка. «Самара» жестко играла в защите и атака москвичей развалилась. «Самара» очень агрессивная защита была, очень сильно давили на мяч, было сложное нападение. «Прибавили давление под щитами, нас задавили и соответственно сразу результат упал. Разница в классе видна и она на табло тоже отражена достаточно четко». Финальный счет на табло 70-52. Пятая подряд победа «Самары» в Суперлиге позволила команде стать лидером турнирной таблицы. Теперь впереди игра с прямыми соперниками из Новосибирска. Валерия Макарова, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.